МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы вас видим, Вирфат из-за Киеви. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, привет! Это вы там, откуда вы вообще в дело сейчас? Мы находимся в Институте перспективных гуманитарных исследований и технологий Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова. А, это мы в Москве? Да, мы в Москве. Вот сейчас здесь с коллегами мы все собрались на семинар, мой семинар, на который вы получили приглашение. Цюрская компьютерная лингвистика, компьютерная лексикография. Мы так визуально представляем ваше присутствие, то есть вы, вот компьютер это есть вы, и мы с вами будем таким образом общаться. Демаран, вы видите сейчас, не видят, нет? Кого? Вас вижу. Нет, экран не видят, это надо наказать, чтобы она... Вот, Михаил Закеевич, мы вас тоже уже видим. Все, вы подсоединились. Саша, расскажи, пожалуйста, как нужно сделать так, чтобы был виден экран? Нет, сейчас... Вот, экран видим, да, теперь видим экран. Да, ну, это словарь турецкого, словосмедения, который Костик сделал. Да, да. Владимир Анатольевич, мы сейчас вот начинаем семинар, мы идем по вот такой схеме. Я сделаю небольшой доклад о состоянии электронных словарей и компьютерной лексикографии от русской корпусной лингвистики. Потом мы предоставим слово Михаил Закеевичу, Академии Республики Татарстан. Вы знаете, что это наш Аксакам, да, что это наш самый уважаемый человек в русском мире. Вот. Потом мы предоставим слово вам, и я буду читать завершающий доклад о моем проекте, который я здесь выполняю веб-гитинге Гаушолокова. И уже дальше вы можете подключиться к дискуссии. Сейчас, через 20 минут подъедет Сергей Александрович, и в течение часа Анна Владимировна Дыго тоже подъезжает, и таким образом мы здесь в форуме собираемся. Здесь вот есть тоже специалисты из Института Российской Академии Наук, но я сейчас всех буду представлять, руководитель будет представлять, и мы будем работать в таком режиме. Вы будете видеть сначала всю аудиторию, а потом будете видеть экран презентации, слышать меня. Вы меня хорошо слышите? Хорошо. Вот. А потом мы вас развернем сюда в студию, как говорится, и начнем нашу дискуссию. Хорошо? Сурфатый Закеевич. Я слушал. Да, все. Я слышал. Все слушаете, да? Просто вот два экрана здесь стоит, и мы вот начинаем так работать. Да? Хорошо. Вот слово предоставляю директору нашего института, Галины Дмитриевне Кузнецовой, для начала нашего семинара. Добрый день, дорогие коллеги. Я буквально два слова, просто сейчас общие вводные слова, да? У нас сегодня замечательный семинар, я надеюсь, что замечательный. Я уверена, что так и будет. Кандидата филологических наук доценток. Так, сейчас я открою себе шпаргалку, с вашего позволения, чтобы ничего не перепутать. Заведущий кафедрой крымско-татарской филологии Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского, кандидата филологических наук, лауреата премии президента Украины, специалиста в области крымско-татарского синтаксиса и компьютерной лексикографии. Исследователя нашего и участника третьей международной программы ГИД МГГ Мишолохова, Селиндели Лемары Сергеевны. Кроме того, у нас такое достаточно весомое, экспертное представительство. Широков Владимир Анатольевич, насколько я понимаю, доктор И.Я.Ли имени Ибрагима. Ой, прошу прощения, доктор физико-математических наук, профессор, академик Национальной академии наук Украины, директор языково-информационного фонда Киева, Крылов. Прошу прощения, Широков Владимир Анатольевич. Ой, мне сложно сейчас ориентироваться во всех записях, я прошу прощения, если я... Да-да-да, вот, ну просто все такие имена и все такие значимые люди, что, честно говоря, я немножко теряюсь, да. И доктор филологических наук, профессор, действительно член Академии наук Республики Татарстан, заведующий отделом лексикологии и диалектологии И.Я.Ли имени Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан, Закеев Мирфатых Закевич. Большое спасибо, что вы с нами, вообще это очень здорово, потому что мы сегодня проводим вот в таком формате, у нас фактически три города участвуют в этой вот, в этой мини, можно сказать, конференции, если угодно. И здесь уже сейчас в нашем зале присутствует Агронат Татьяна Борисовна, доктор филологических наук, доцентру группы, ведущий научно-затронник Института Российской Академии наук и языкознания. Институт языкознания, да, Российский. Институт языкознания, спасибо большое за поправку. Значит, у нас также уже присутствует Казиренко Елена Борисовна, заведующая лабораторией компьютерной лингвистики и когнитивной технологии обработки чекста Федерального исследовательского центра информатика и управления Российской Академии наук, кандидат филологических наук, зам в нашей базовой кафедре компьютерной лингвистики и формальных моделей языка МГГУ имени Шолохова. И также ее заместитель, да, ее заместитель, значит, так, Тамара Сергеева Настахова, позвольте представить. Да, 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 Тамара Сергеева Настахова, кандидат филологических наук. Также мы ожидаем Дебо, да, Дебо Анну Владимировну, доктора филологических наук, профессора, член корреспондента Российской Академии наук, главного научного сотрудника, заведующего отделом Урала-Алтайских языков Института языковоснания Российской Академии наук. Да, спасибо большое. И Крылова Сергеева Александровна, доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника Института Востоковедения Российской Академии наук, отдел языков Азии и Африки. То есть у нас сегодня такое действительно очень высокое преследство. Кроме того, в нашем семинаре участвует Нарсултан Джусупов, представитель Узбекистана. Я, к сожалению, сейчас опять могу запутаться во всех званиях, регалиях. Даже следователь, участник нашей третьей программы Эйфиргид. Узбекистан. Рад Кревич, человек, который занимается психологией измененных состояний сознания и шаманизма. Ну, я, как бы, кандидат культурологии по специальности востоковед и русист. Да, востоковед, русист. Просто у нее сейчас такая интересная тема для исследований. Жаль, что вас не было на Юси, потому что было безумно интересно тоже. И Тайменцев Сергей. Сергей, можно вас тоже, так сказать, сюда увидеть. Который представляет здесь Соединенные Штаты Америки. И это человек, который занимается исследованием кино. Такое у нас очень интересное собрание. И я думаю, что обсуждение вот этой темы, которую предлагает нам Льва Сергеевна, будет достаточно интересным. Я предлагаю, теперь передаю слово непосредственно уже нашему, нашему семинаристу. Человеку, который будет вести семинар. И далее уже будет нами в какой-то чеке руководители. А мы разворачиваем наших экспертов на экран. Вам видно на экране все, что изображено? Ну, Фатер Закирич, видно экран? Видно, можно читать. Можно читать, ну, хорошо. Дириан Анатольевич, вам экран видно? Да, видно, спасибо. Все, тогда я начинаю. Сегодня мы должны рассмотреть четыре вопроса, обсудить вопросы. Это электронные словари и компьютерная лексикография, тюркская корпусная лингвистика, крымско-татарская лексикография, проблемные перспективы, пути решения актуальных проблем крымско-татарского языкознания с помощью корпусной лингвистики и компьютерной лексикографии. Я начну с первого вопроса, но сначала я объясню заставку своей презентации. Если вы видите, в правом нижнем углу есть такой лейбл. Этот лейбл, этим лейблом я отмечаю все свои работы, потому что все, чем бы я ни занималась, оно находится на стыке дисциплин. И я думаю, что в современном языкознании решение перспективных проблем, актуальных проблем, все-таки осуществляется на стыке разных дисциплин. И наша проблема, которую мы будем рассматривать, это тюркская корпусная лингвистика и компьютерная лексикография. Это тоже стык совокупности мировоззрения народов и возможность формализации представления языковых достижений в виде компьютерной лексикографии. И, естественно, я буду это связывать с модулем филологии в электронном русско-крымско-татальском словаре лингвистических соответствий. Это тот проект, который я выполняю здесь в рамках третьей международной программы Института прикладных исследований и гуманитарных исследований и технологий Московского государственного гуманитарного университета имени Шелкова. Первый наш вопрос – это электронные словари и компьютерная лексикография. Это тот вопрос, который я представлю в дискуссии. Здесь мы рассмотрим важность электронных словарей и бумажных словарей. Но начнем с того, что термин электронный словарь, он уже последние десятилетия, прочно вошел в наш лексикон, стал привычным атрибутом. И мы его попытаемся противопоставить бумажному словарю, нисколько не уменьшая достоинства каждого в отдельности. Электронный словарь характеризует свой объект на данный момент несколько поверхностно, потому что имеет противоположный атрибут традиционный бумажный словарь. Обычно создатели электронных словарей, большинство электронных словарей предполагают, что электронный словарь – это некая компьютерная оболочка, в которую заливается бумажный словарь. И компьютерная оболочка облегчает скорость информации, необходимой информации. Но таким образом сама компьютерная лексикография, как область прикладной лингвистики, производящая электронные словари, оказывается несколько лишенной собственного языкового предмета. Потому что многие считают, что задача электронного словаря – это только передача информации словаря бумажного типа. На самом деле мы хотели бы показать, что большинство ученых сейчас создает лексикографические комплексы, которые не только передают информацию, уже созданную в бумажных словарях, но и связывают эту информацию между собой, заменяя таким образом стол, заваленный большим количеством словарей, для поиска информации очень мобильными, комплексными лексикографическими системами. Хочу отметить, что одним из новаторов разработки лексикографических систем является присутствующий здесь Владимир Анатольевич Широков. Именно он впервые в Украине предложил создавать лексикографические системы, которые позволят объединять различные словари бумажного типа в единую систему, для того, чтобы люди, потенциальные пользователи, а также ученые, прежде всего, могли быстро получать информацию, ее обрабатывать, не обращаясь к большому количеству лексикографических источников. Стоит сказать, что у бумажной лексикографии есть свои преимущества и есть свои несколько недостатков в условиях нашей глобализации, когда скорость поиска информации, она должна быть достаточно высокой, и объем информации, он должен быть достаточно комплексным и мобильным. С одной стороны, чем больше объем словаря, чем полнее и доказательное описание лексических значений, тем сложнее им пользоваться. Но, с другой стороны, существует психологическая потребность человека читать словарь, делать в нем некие пометы, размышлять над словарными статьями, для того, чтобы убедиться и в лексикографической информации, и действительно обдумать эту лексикографическую информацию. Это занимает некоторое время, это деятельность ученых, которые обрабатывают информацию. Что касается электронных словарей, конечно, обращаясь к электронным словарям и корпусам, мы можем видеть сразу большой массив информации. Но это привело к тому, что бумажные словари, они стали создавать некий рынок бумажных словарей, когда из-за сложности издатели просто сокращают словари, и тогда словари становятся менее информативными. Но в то же время они пользуются спросом на рынке. Несмотря на то, что... Здравствуйте, вот приехал Сергей Александрович. Владимир Анатольевич, Сергей Александрович Крылов к нам присоединился. Вот, Владимир, точно от связи. Да? Вы можете поставить. Здрасте. Здравствуйте. У вас... Здравствуйте. Дальше. Хочется сказать, что, несмотря на то, что сложности информации все-таки есть, Можем сказать, что, например, характерный пример это 20-тонный Оксфордский словарь. Он содержит большое количество информации, она нужна для ученых. Но в то же время для пользователей это очень сложно искать информацию о 20-тонном словаре. Но хочется продемонстрировать примеры, которые уже имеющихся словарей электронных... Где Александр? Саша, уже имеющихся электронных словарей, чтобы понять, что на самом деле бумажная и электронная лексикография, они дружат между собой. Я представляю вам внимание сайт Турецкого института языка, на котором собрана совокупность всех достижений лексикографии Турецкой Республики. На самом деле в области тюркологии они и Республика Казахстан являются передовыми представителями лексикографии. Но что мы здесь видим? Мы здесь видим ту же ситуацию, что существующие лексикографические словари, они по сути дела представляют собой совокупность бумажных словарей. И вот эти словари, они не имеют системы запроса пользователя, где пользователь мог бы оставить свой запрос для получения информации, отсутствующей в словаре. И чтобы пользователь получил информацию и в словарь эта информация добавилась, к сожалению, сами создатели информации, они тоже не имеют такой обратной связи. Несмотря на то, что на самом деле здесь собрана самая большая библиотека лексикографических источников тюркского мира. Здесь, например, если мы видим словарь пословиц и поговорок, мы видим, что авторы сообщают о том, что в электронную оболочку залит бумажный словарь, который не редактируется, не изменяется и несет статическую информацию. Несмотря на то, что, хотя пословицы и поговорки, они не так много их появляются, но они все-таки появляются с течением времени и расширяют картину мира. Дальше мы посмотрим на интересный комплекс. Здесь тоже собраны различные словари, словари русского языка, электронные словари. Однако, в отличие от предыдущего сайта, который я демонстрировала, эти словари связаны между собой. То есть, обратившись к одному из словарей, можно получить более полную информацию. Она не односторонняя, потому что словари связаны между собой и представляют собой комплексную систему. Нельзя сказать, что она целая лексикографическая, потому что не добавляют друг друга. Но в то же время, как сообщают авторы, здесь осуществляется одновременный поиск по сотням тысяч словарных статей во всех представленных словарях. На самом деле, это классические словари. Это не те словари, которые создаются впервые. И здесь мы видим то же самое. Здесь, например, вот открываем статью популярных словарей иностранных слов. Он представляет собой исправленное, дополненное издание бумажного словаря, краткого словаря иностранных слов. Но при этом авторы показывают, что все-таки при работе с электронной оболочкой ими внесены некоторые современные элементы. Но проанализировав эти словари, мы тоже видим, что нет потребительского запроса. То есть отсутствующие лексены, которые удовлетворили бы потребительский запрос, они также не входят в круг, в поле зрения людей, которые дорабатывают. А это свидетельствует о том, что это как бы завершенный проект. Это не живая лексикографическая система. Смотрим мы дальше. Дальше это словарь татарского языка, электронный словарь, тоже построенный по традиционному принципу, с традиционной словарной статьей. Здесь мы вот сделали запрос на слово «черный» и выдается статья, в которой идут словоупотребление. Словосочетание со словом «черный», причем есть стилистические пометы, есть употребление этих слов в разговорном языке, в переносном сближении. Однако мы не видим контекста, мы не видим собственного предложения, что позволило бы людям, не владеющим этим языком, все-таки приобщаться к коммуникативной ситуации. Это, конечно, проблема большинства словарей, где синтез фактически не отражен. Потому что указание контекстного употребления позволяет нам видеть некую семантическую окраску, позволяет все-таки видеть некие штампы, клише для того, чтобы формировать собственную коммуникативную компетенцию в конкретном языке. И проблема многих словарей, наверное, в том, что мы ориентируемся только на носителей языка. А правильно было бы ориентироваться и на носителей языка, и на людей, которые не владеют языком, но хотели бы самостоятельно изучать этот язык. Очень интересный в плане преемственности это толково-комбинаторный словарь особого типа, один из основных компонентов модели языка в теории смысл-текст. Здесь отдельные фрагменты толково-комбинаторного словаря русского языка были созданы группой лингвистов под руководством Мельчука и Жалковского. Опубликованы в 80-е годы, много лет выполнялась эта работа. Для французского языка было обработано только 510 слов. Для русского языка было описано всего 400 лексических значений русского языка. Но видно, что словарная статья в этом толково-комбинаторном словаре, она широкая, состоит из 10 зон. Есть морфологические сведения, стилистический помет, толкование, модель управления, ограничения к модели, иллюстрации, лексические функции, идиомы. То есть это уже позволяет видеть слово непосредственно в его функциональном поле. И вот такой словарь, он действительно представлен в электронном лексикографическом ресурсе. Он, конечно, очень полезный для получения информации. И, как видно, бумажные словари, их создавать затрагивает время. И древесные ресурсы, потому что издавать бумажные словари очень тяжело. Но электронные словари, конвертация информации происходит очень быстро. Можно сказать, нажать на клавиши, создается новая версия. Но при этом редакторы работают над потребительским запросом и синхронно исправляют свои ошибки. Я хочу обратить внимание на украинский лингвистический портал. Здесь представлены словари Украины онлайн. Если вы видите, здесь есть словоизменение, синонимия, фразеология. Этот словарь создан под руководством Владимира Анатольевича Широкова. Словарь представляет собой уже лексикографическую систему, потому что в нем объединено минимум три словаря, к которым пользователь мог бы обращаться. Дается информация, приводятся синонимы вместе с контекстами, приводятся фразеологические элементы. Показываются фразеологизмы и их особенности употребления непосредственно в контексте. То есть здесь лексикография, синтексис и фразеология, они вместе позволяют человеку как освоить, так понять употребление. Следующий очень интересный словарь, словарь грамматический, словарь русского языка, словарь Залезняка. В нем есть примерно 100 тысяч слов русского языка с их полным морфологическим описанием. Это основополагающий труд по морфологии, в котором есть парадигма слова изменения, есть удаление. Словарь обратный, слова построены, упорядочены по последним буквам. И что необходимо сказать, именно этот словарь положен в ведущие компьютерные программы, системы проверки орфографии, машинного перевода и автоматического реферирования. Вот таким образом выглядит словарь на статье, то есть та информация, которую получает пользователь, пользуясь этой статьей. Что необходимо сказать? Когда мы говорим о том, что разрабатываются электронные лексикографические ресурсы, я хотела бы обратить внимание, я, наверное, сюда встану, чтобы это не видели. Я хотела бы обратить внимание на достижения в тюркской лексикографии. Эта книга называется «Именное словоизменение в современном турецком языке». Здесь описана именная словоизменительная парадигма турецкого языка, что позволяет создавать программу автоматической парадигматизации. Вот для тюркских языков или языков аглютинативных, к сожалению, до сих пор вот этих программ не создано. Есть такая же проблема и для крымско-татарского языка. Мы все делаем вручную, в отличие от таких же программ, от русского языка. В русском языке существуют программы автоматической парадигматизации, то есть все вот эти таблички, которые я вам показывал, они заполняются автоматически. Мы на данном этапе заполняем вручную. Ну вот Константин Владимирович Широков, он описал это для турецкого языка, и я надеюсь, что в ближайшее время возникнет модуль парадигматизации для турецкого языка. И, естественно, может быть, на основе этой работы мы попытаемся это сделать для крымско-татарского языка. Для крымско-татарского языка это очень важно, я буду говорить несколько позже, потому что, несмотря на то, что у нас есть 250 тысяч населения в Крыму, 5 миллионов населения крымских татар в Турции, есть диаспора в Румынии, Америке, Франции и так далее, даже в Малайзии живут крымские татары. Я хочу отметить, при таком большом количестве крымских татар по всему миру, языковая компетенция крымских татар, она составляет всего 3,4% от населения Крыма, то есть те люди, которые приобщены каким-то образом к родному языку. И мы считаем, что посредством создания электронных лексикографических ресурсов, потому что бумажных у нас в принципе нет, мы поможем преодолеть вот эту проблему 70-летней депортации, когда язык абсолютно не изучался, когда ничего не создавалось, и таким образом приобщить носителей языка к изучению данного языка посредством лексикографических ресурсов. Потому что даже вводя по 10-20 языковых единиц в эти лексикографические ресурсы, мы попытаемся, ну, хоть какими-то темпами, то есть не 20 лет, а какими-то укороченными, какими-то временными отрезками решаются эти вопросы. Я первый вопрос несколько осветила. Я сейчас предоставлю слово Владимиру Анатольевичу Широкову, чтобы он рассказал, что сделано в этой области, да, Владимир Анатольевич? А потом мы продолжим дальше. Следующим нашим вопросом это будет достижение тюркской корпусной лингвистики в России, за рубежом. И, естественно, я не отхожу от того, что моя главная задача показать место нашего проекта в этой вообще общей тюркской системе компьютерной лингвистики, корпусной лингвистики, компьютерной лексикографии, чтобы вы понимали, что мы занимаемся изучением опыта, для того, чтобы этот опыт перенимать для развития, создания, реконструкции, можно сказать, и сохранения крымско-татарского языка. Вот сейчас я наших уважаемых экспертов перейвожу сюда, да, в общую дискуссионную такую ситуацию. Вот. И, Владимир Анатольевич, вам слово. Спасибо. Сколько времени у нас? Ну, минут 10. Минут. Вам хватит? Сколько минут? Скажите, 10. 10 минут у вас. 10 минут. Спасибо. Постараюсь уложиться. Скажите, 30 лет. Во-первых, я хочу поблагодарить российский государственный гуманитарный университет имени Михаила Александровича Шолохова за предоставленную возможность научного общения. Большое вам спасибо. Во-вторых, я хочу поблагодарить Лемару Сергеевну Семендели, моего замечательного друга, которая взяла на себя такой труд, это сказать, статье от рог нашего общения и предоставить в наше распоряжение тему, которая, как я надеюсь, всех нас поможет. Спасибо вам всем большое. Теперь по теме. Ну, вот ту тему, которая на себя, наверное, мы, наверное, вся проблема в зяде, это кажется, она очень отринает и ревна. Это, что в корзавод в то есть лависть в степольской академии в Ларшаве проведена конференция тоже примерно на эту тему и все также отмечали важность этого вопроса. Может быть, мне удачно вас перебрали материалы этой конференции. Я постараюсь это сделать. теперь рассказать собственно по сути вопроса. Компьютерной цикографией мы уже занимаемся более 20 лет и связь оборвалась просто мы отмечили видео нет, нет мы видео отмечили просто давай связь восстановим сейчас вас слышно говорите да да таблица так 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 слышно да да хорошо меня слышно? да вы кинули головой Сергей Александрович я видел что вы кивки спасибо да значит вот компьютерной лексикографией мы занимаемся уже начиная с 1991 года и конечно как значит Достоевский сказал что вся русская литература вышла из Шеней Гоголя так мы вышли из русского словаря Андрея Анатольевича Андрея Анатольевича Залезняка и замечательной книги русское именное словоизменение которая к тому же была издана на 60 секунд году 1900 а перед на 2002 году с замечательной статьей Сергея Александровича в конце которую мы очень внимательно изучили значит наш подход к компьютерной лексикографии основывается на изобретенной новой в начале 90-х годов теории лексикографических систем в основе этой теории лежит такое фундаментальное явление природы которое называется лексикографические эффекты информационных систем я сейчас на эту тему распространяться не буду потому что она очень сложная и длинная но попытаюсь вам все-таки вот эту вот свою книгу компьютерная психография я прислать может быть она вам будет видно видно да нет видно 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 значит в рамках этой теории была изобретена формальная теория словарей в результате которой любые языково-информационные объекты чем-то напоминающие слова они могут быть формализованы и выявлена структура ну большого количества традиционных словарей оказалось что все они в эту схему укладываются и кроме того она оказалась очень удобной для того чтобы производить уже словари электронные и таким образом в течение вот этого времени о котором я говорил у нас было создано очень много различных компьютерных лексикографических систем они вот тут вы видите на нашем сайте значит в чем их смысл значит среди них есть пользовательские словари пользовательские системы о которых говорила Лемара вот один об одном из них упомянула Лемара Сергеевна вот я вам на лазерном диске его держу значит есть у нас пользовательские словари с другой стороны у нас есть так называемые инструментальные лексикографические системы то есть это ин на которых специалисты к себе осуществляют проекты. Среди этих инструментальных систем есть еще так называемые виртуальные лексикографические лаборатории, которые позволяют этим специалистам работать совместно на очень крупными лексикографическими проектами. И вот один из таких проектов это толковый словарь украинского языка, он планируется как бы в 20 домах, сейчас все заодно, но дом в данном случае, это уже есть такая символическая техница. На стене создается интегрированная лексикографическая база, у нас есть, я могу продемонстрировать, у меня регламент палит, и этого делает Минкурум, может быть, кого-то заинтересует, мы это можем продемонстрировать. Кстати, мы тут же самое сделали вместе с институтом русского языка для толкового словаря русского языка, он сейчас есть, но несколько законсерверов, как вы понимаете, состояние. Вот. Итак, виртуальная лексикографическая система и виртуальная лексикографическая лаборатория. У нас их разработано довольно много, и на этой основе уже был, и близится к завершению, заканчивается еще один, так сказать, большой проект, это этимологические слова украинского языка. Ну, он тоже начинался как, наверное, важные слова, начиная с этого тома, это уже конец, ну, начало 2000-х, они к нам обратились, мы сделали на основе первых томов, виртуальную лексикографическую лабораторию, и, значит, сейчас работаем над циклентомом, который будет себе представлять индекс по всем языкам, которые входят в этот этимологические слова. Таких языков оказалось больше, около 260, и теперь имеется прямой вход в каждый, скажем так, под язык, и прямой доступ к любому слову любого языка. То есть там этот словарь проиндексирован по любому языку, по каждой единице, входящей в соответствующую зону соответствующего языка. И таким образом, это, как мы видим, есть, ну, скажем так, некий образ интегрированной системы, этимологии, и чего мы хотим, теоретического описания других языков. Значит, это, поскольку наша тема, она концентрируется на тюркской лексикографии, то я позволю себе привести еще одну инструментальную лексикографическую лабораторию, а именно лексикографическую лабораторию турецкого премьерного словоизменения, которая тоже была бы усознана на украинском языке. Значит, здесь, на самом деле, вот эта стандартная квалификация, из того, как уже стояло, это, так сказать, глупол для ингредиентов Андрея Анатолий-Зарезняка, на слову нового, которой было сделано русское словоизменение, но с учетом структуры турецкого языка. И там для него была разработана своя теория, своя классификация, и в результате которой были построены запрещущие алгоритмы словоизменения, но она, скажем так, достаточно своеобразная и достаточно большая. Вот я прохожу по парадигме некоторого слова, которое, видите, состоит из 1808 элементов. Тут, значит, учтены параметры словаизменения, теория, скажем, в другом и тут, и все процессы, которые происходят над кондициями аффиксом, тоже написано достаточно, что, значит, парадигме, это вот основозменительное богатство. Значит, ясно, что эти все лексикографические ресурсы могут быть эффективно сделаны, эффективно ими можно пользоваться на основе, значит, корпусных технологий. У нас также имеется лексикологический корпус, и корпусными технологиями мы пользуемся достаточно широко. Кроме того, вот эта вот виртуализация, она позволяет, мы надо, как, ослять эффективное, эффективное коммуникацию. Мы эти системы используем как серебряное для профессионального взаимодействия, потому что там есть возможность написания комментариев, ну, к любому институту словарной статьи, вообще к любому слову, вот, и форум, на котором лексиков имеют возможность общаться. Кроме того, мы очень большое внимание уделяем процессу структуризации лексикографической системы. Ну, вот я могу, в частности, сказать, что вот в таком словаре у нас некоторые словарные единицы имеют, ну, не менее тысячи отдельных структурных элементов, причем система обеспечивает прямой доступ к любым подобным структурным элементам и достаточно дурацей учреждения. Значит, я, это вот коротко в режиме, так сказать, парткозактива, я вам рассказал, так сказать, что у нас делается. Вот. А теперь я бы хотел бы еще несколько слов сказать о, собственно, работе Лемара Сергеевны. Ну, Лемара Сергеевна, на мой взгляд, она выполнила очень, ну, как надо сказать, колоссальную работу в области микросинтекции КВК, от его капитализации. Значит, я, коллеги, хочу обратиться с таким, о том, что эксцентрацию, либо разъединитель, мы приняли в защите на нашем спецсовете сразу по двум специалистам. Это структурно-математическая прикладная лингвистика и языки народа в Азии, Африке и Абрике, иных народов Америки и Абстралии. К сожалению, по всему вам известных причин, она не успела занятиться, как будто все, так сказать, документы есть. Я, и не я один, это весь наш бюджетный совет считает, что эта диссертация вполне достойна. Я вас прошу ей помочь. Спасибо. Спасибо, Владимир Анатольевич. А сейчас мы слово предоставим Верфатых Закеевичу, Закееву. Верфатых Закеевич, вы нас слышите? Вот вам предоставляется слово. Большое спасибо, что вы нашли такой способ проведения симпозиумов. Я просто очень рад, что с вами я встретился по компьютеру. Надо сказать, тема очень большая, широкая для Крымсо-Татарского языка. Это все темы пока желательные. В будущем мы должны иметь все виды словарей. Для нас, для татар-казанских, эти этапы все прошли. Мы в XIX веке уже имели словари по многим направлениям. Межъязыковые, толковые и другие словари. Сейчас все виды словари у нас имеются в бумажном виде. И вы показывали, что в Москве занимается Яхья Гебагулович составлением русско-татарского языка. Даже, я бы сказал, это единственное, что я даже услышал голосовой словарь. Сейчас я обратил внимание ваше на то, что мы начали составлять, сейчас не начали составлять, а обобщаем труды по составлению терминологических словарей, что очень важно в современной жизни. Мы сейчас имеем технологических словарей по всем наукам. В основном, они сначала были русско-татарские, сейчас составляются словари русско-татарские, английские и латынские. Таких словарей у нас очень много. Я недавно завершил монографию о терминологии татарской, где-то перед спичницей, что-то, наверное, будет. Вот я здесь стал возможной вариантой составления терминологических словарей. Кроме того, я должен напомнить, вот сейчас даже в русском языке это пока редкие явления, так называемые идиографические словари по тематике. Идиографические словари у нас до сих пор таких словарей не было. В основном англические, немецкие, западноевропейские языки имели идиографические словари после отрасля жизни. Сейчас мы идиографические словари имеем в основном составленные нашими диалектологами, но вот сейчас подключили туда и гинглистов всех направлений, и идиографические словари по всем направлениям у нас составляются. Но я не скажу, что они есть, но в скором времени они будут у нас. Вот словари, составление словарей у нас тоже до сих пор все шло на бумажном варианте. Сейчас работают и у нас Министерство языка, литературы и искусства, Академию Татарстана, и вот вы назвали Москву, московские наши специалисты, русско-татарский вариант делают. Мы сейчас заняты, составленен компьютерных словарей с голосом. Сейчас попробовали просто рядовых наших лингвистов послушать, но оказывается нужно, чтобы артисты принимали участие. Без артистов мы, наверное, не получим добротные словари с голосом. Вот в этом направлении мы сейчас работаем. И если порадуется что-то с нашей стороны помощь, крымским, татарским лингвистам, мы всегда готовы, пожалуйста, вместе будем работать. Спасибо. Спасибо большое. Приступаем к следующему блоку нашего семинара. Это вторая часть. Необходимо отметить, что сейчас особенно активно развиваются технологии корпусной лингвистики. Ученые поднимают проблемы автоматической обработки текста, семантической и синтаксической разметки текстов лингвистического корпуса, пытаются найти пути их решения. Кроме того, для создания программ машинного перевода все чаще проводятся корпусные лингвистические исследования. На основе параллельных текста создаются многоязычные электронные словари, и, что крайне важно, опробируются грамматики конкретных языков. Вот, например, идея создания корпуса хакасского языка затрагивает самую важную проблему миноритарных языков, их сохранение и развитие. Авторы отмечают, что часть тюркских языков имеет официальный статус и литературную традицию. То есть на этих языках существует значительное количество текстов по малым тюрским языкам и диалектам. Вот к нам присоединяется Анна Владимировна Дыго. По малым тюрским языкам и диалектам накоплен значительный текстовый материал. В России при поддержке Президиума РАН продуктивно развивается исследование по новой программе «Корпусная лингвистика». И вот Анна Владимировна, она вовремя присоединилась, потому что отдельное направление этой программы «Корпуса языков народов России» существует и под руководством Анны Владимировны Дыго и Широбоковой проводится научное исследование по созданию корпусов миноритарных тюркских языков. Игорь Валентинович Хармушин и Невская стык – корпус древне-тюркского языка. Прошу обратить внимание на электронный корпус хакасского языка. Он структурно состоит из пяти модулей. Общие слова, грамматика, тексты, диалектный подкорпус. Материалом для корпуса хакасского языка служат в первую очередь параллельные хакаско-русские литературные тексты художественного жанра и эпические тексты, оцифрованные и приведенные в стандартному формату. Словарная основа корпуса явилась оцифрованная версия большого хакаско-русского словаря на 22 тысячи слов под редакцией Субраховой. В процессе работы над корпусом исследователями впервые в туркологии описаны принципы работы автоматического морфологического анализатора для тюркских языков. В качестве иллюстрации приводится версия морфологического анализатора для древне-тюркского языка. Выделены его основные компоненты. Грамматические слова языка, порядковая модель словоформы, набор позиций в словоформе и марфонологических представлений аффиксов для этих позиций, правила сочетаемости аффиксов при жилах словаформы и двухуровневые фонетические правила выбора аломорфов конкретного аффикса. В основе работы Пассера лежит алгоритм анализатора, разработанный Филиппом Крыловым на базе системы Starlin. Что здесь интересного, еще в уличенном корпусе хакаско-языка, это диалектный подкорпус, который содержит описание горов, тексты и аудиосопровождение материалов. В процессе работы над созданием электронного корпуса древне-тюркских текстов коллективом авторов на базе многофункционального программного комплекса Starlin создана современная компьютерная среда для первичной базы данных. Участники проекта запомнили базу данных и на базе программы Starlin та же словаря Клаусона и темологического словаря проделали работу по составлению электронного древнетюркского словаря с морфологической и словообразовательной разметкой. Начато составление корпуса древне-утюркских текстов в Раклис, составлен параллельно аннотирный комплекс текстов, вошедших в издание Габейна 50-го года. Начато составление корпуса енисейских памятников в Хакасии Тувы составлен параллельный цюрско-русский корпус текстов, вошедших в издание Кормушина «Тюркские мессийские эпитафии». Начато составление корпуса рунических памятников Республики Алтай составлен параллельный цюрско-русский корпус текстов, вошедших в издание каталога древне-тюркских рунических памятников Горного Алтая, в 2012 году, авторов Тубыкова и Невская и Эрдала. Начато составление корпуса древне-утюркских текстов в уйгурском письме, составлен параллельный цюрско-русский или цюрско-немецкий, частично аннотирный корпус текстов. Впервые в тюркологии заложена основа древне-тюркского корпуса, создана современная компьютерная среда для первичной базы данных, дигитализированные частично аннотирные тексты Майта Ристемит и уйгурская версия биографии Сюанзаны уйгурского письма. Около 10 тысяч словопотреблений, тексты на письме Брахли 2800 словопотреблений, а также тексты рунических надписей Алтая Саяна 3000 словопотреблений. Экспедиционные исследования позволили уточнить состав знаков алтайских рунических надписей и открыть новые надписи, пополнив их базу. С применением четвертой версии программы Showbox, разработанной целью документации и помощи в развитии литературной формы бесписьменных и младописьменных языков народов мира, совместно с немецким ученым был создан корпус шорского языка. В корпусе шорского языка собраны литературные произведения, прозы, стихи, файклорные тексты, эпосказки. Некоторые тексты сопровождаются транскрипцией на латиницей, переводами на русский, английский языки и мартинной разбивкой. Имеется шорско-русский и русско-шорский онлайн-словарь. В лаборатории лингвистики и информационных технологий, созданной при Институте языка и литературы Республики Башкортостан, выполнены работы с компанией Linux. Санкт-Петербург по разработке клавиатуры на башкирском языке. Создана лингвистическая информационная система, машинный фон башкирского языка. Разработано графический интерфейс, программное обеспечение. Есть объемная генеральная картотека, которая содержит 47 словарей, из которых 5 общихологические, двуязычные, терминологические 31, одноязычные 4, частотные словари 3, словари-справочники 4, общий объем лексикографической базы 654 тысячи словарных статей. Как видите, есть грамматическая база, экспериментально-фонетическая, каталог рукописных книг, старопечатных книг, диалектологическая база, приводятся статистические данные, русско-башкирский академический словарь, корпус башкирского языка проза, корпус башкирского языка публицистика. И сейчас ученые работают над созданием электронного национального корпуса башкирского языка. В научном образовательном центре циркология Тувинского государственного университета в 2011 году началась работа по созданию электронного корпуса текстов тувинского языка. Разработчиками переведены в электронный вид и отредактированы большое количество материалов. Создана программа поиск морфем в заданном тексте. На языке программирования JavaScript предназначена для поиска морфем текстов на тувинском языке. Программа работает в браузере Internet Explorer с текстами, набранными фотоформаций ТХТ и кодировки УТФ-8. По принципу электронных словарей IB-Lingua разработан электронный словарь, представляющий собой компьютерную программу, осуществляющую поиск тувинских слов с примерами и переводами на русский язык. Конечно, после этого слайда я хотела продемонстрировать работу казахских ученых. К сожалению, там сайт находится на реконструкции. И мне не удалось снять оттуда картинку. Одна-то я хочу сказать, что наравне с турецким институтом языка в Казахстане проводятся очень сильные лексикографические исследования. Они начались еще в конце 60-х годов с академика Пектаева, который впервые занялся математической лингвистикой и собрал сведения о статистике информационной типологии Чурского текста, разработал методы алкоритмизированной обработки текста, которые позволяют прогнозировать структуру текста, функции конструктов, выполнять лингвистическую экспертизу, выявлять кальки и закономерности производства текста. В настоящее время при поддержке Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан выделены огромные ресурсы и лингвистами и программистами проделана большая работа. Создан портал государственного языка. И вот портал государственного языка можно назвать огромной лексикографической системой с большим количеством модулей, потому что здесь представлен большой казахско-русский и английский словарь. Многоотраслевые терминологические словари, словарный комплекс, мультимедийная видеоэнциклопедия «Казахстан», электронно-терминологический центр, казахские шрифты, корпус казахского языка, тесты, технический казахский язык, историко-культурный фонд, система приема поиска и обработки больших мотивов текстов, собран большой архив текстов, есть поисковой робот, то есть так называемый агент связи лексикографической информацией с текстами как в интернете, так и непосредственно в существующих архивах, интерактивные диктанты, подсистема правописания, мультимедийный казахско-русско-английский разговорник, дистанционный комплекс обучения, государственный каталог географических названий Республики Казахстан, электронные аудиокниги и различные мероприятия. Проанализировав развитие и состояние корпусной лингвистики в историческом и логическом аспектах, изучив современные методы и средства маркировки структур текстов, написанных на естественных языках, Широков, Бугаков, Грязухина, Костишин, Крыгин охарактеризовали связь корпусной лингвистики с теорией лексикографических систем, очертили информационные лингвистические системотехнические принципы построения украинского лингвистического корпуса. На основе теории лексикографических систем разработаны формальные модели структуры ряда украинских словарей, развиты методы построения интегрированных лексикографических систем с использованием структурной теории толкового словаря украинского языка, развита компьютерная технология создания современных словарей толкового типа. Ну и здесь место к крымско-татарскому языку, несмотря на то, что мы, конечно, отстаем от во многом, но даже несмотря на это, крымско-татарскими учеными предпринятые шаги в области крымско-татарской корпусной лингвистики. Так, Радаваном Гарабихом, специалистом отдела Словацкого национального корпуса института языка знания Штура, Словацкой академии наук и Линарой Кубединовой, на материале публицистических текстов создан первый в истории лингвистический корпус крымско-татарского языка. Этот лингвистический корпус содержит небольшое количество электронных текстов, публицистики, выполняет некоторые операции. Конечно, это первый опыт, этот первый опыт натолкнул нас на размышления о том, что необходимо дорабатывать в нашей грамматике, разрабатывать синтезы, для того, чтобы была создана программа парсинга, для того, чтобы мы могли обратить внимание непосредственно, может быть, на стандартизацию, унификацию научной терминологии, но опыт есть, опыт заслуживает уважения. И, естественно, отталкивается от того, что эта работа проводится, в ней есть заслуга Владимира Анатольевича Широкова, который связал всех людей на большой конференции Мегалинг, Сергей Александрович на этой конференции тоже присутствовал, Линара Кубединова, Радаван Гарабик, и многие известные ученые познакомились там и получили толчок, мотивацию для проведения научных исследований. Мы тоже именно на Мегалинге познакомились все друг с другом и получили мотивацию для разработки двуязычного электронного словаря, русско-крымско-татарского словаря, лингвистических соответствий. Этот словарь, он создан при идейной поддержке проректора по научной работе Таврической национального университета Невернадского, универсального человека Владимира Анатольевича Биржанского, который много лет, принимая наши отчеты по научной работе, пришел к выводу, что у нас другого выхода нет. Как не вдаваясь в подробности бумажного описания, начать разработку лингвистических ресурсов. И естественно, мы обратились к Владимиру Анатольевичу Широхову, его ученица Елена Владимировна Потапова, она вместе с нами занялась разработкой этого ресурса. Но необходимо сказать, что актуальность данного проекта обусловлена следующим. Несмотря на то, что в последние годы, 25 лет, крымские татары пытаются создавать какие-то словари, они все-таки научат народный характер. Это есть большие тома, есть маленькие брошюры. Стоит отметить, что в научном понимании словарей у крымских татар до сих пор нет. Нет и терминологических словарей. Это объясняется многими факторами. Главным из них является отсутствие функций крымско-татарского языка, которые бы мотивировали развитие терминосистем на крымско-татарском языке. И не изученных уже существующих терминологических, например, теологических данных крымско-татарского языка, зафиксированных в небольшом количестве имеющихся в крымско-татарскоязычных научных работ и учебниках по крымско-татарскому языку и литературе. Теоретическая значимость и нарезна проекта определяется культурно-образовательной ценностью исследования крымско-татарского языка и того модуля, который мы будем демонстрировать, модуль теологической татаринологии многоязычной научной коммуникации на русском и крымско-татарском языках. Несмотря на то, что исследователям не всегда достаточно средств крымско-татарского языка для передачи научной информации на крымско-татарском языке, нет научных коррективов, формирующих обобщенные мнения касательно терминов отдельных областей крымско-татарской филологии и сфер знаний. Ученые, обычно один-два специалиста конкретно узкой области филологического знания, интерпретируют информацию по-своему, интегрируют термины из русского, турецкого, узбекского и других тюркских языков, создают авторские термины на крымско-татарском языке. Здесь обостряется проблема изучения крымско-татарского языка и проблема существования крымско-татарского языка. Известный академик Вячеслав Север-Севанов отмечает, что во всем мире сейчас существует около 6 тысяч языков, но каждую неделю в мире гибнет какой-нибудь язык. Отмечается, что особенно это происходит в джунглях мира. К середине века предсказывают сохранение только 600 языков. Остаются всего 600 и 6000. Представляете, отмечает Владимир Вячеслав Север-Севанов, одна из главных задач, которая стоит перед лингвистами, это успеть сохранить их для будущего изучения. Если сохранить живыми мы что-то не можем, мы можем их записать с помощью компьютеров, правильно создав лексикографические системы корпусы. Согласно данным Центра новостей ООН, со ссылкой на обновленную в декабре 2010 года информацию интерактивного атласа ЮНЕСКО, языки мира, находящиеся под угрозой исчезновения, к ним относятся крымско-татарский язык, особенно его ногайский диалект. Судьба любого этнического языка в условиях культурной и языковой полифонии зависит не только от усилий по их защите. Хотя в современной ситуации они должны обязательно осуществляться, но прежде всего от усилий по сохранению самой культуры, а это требует осознания и поддержания тех культурных моделей, которые лежат в ее основании. Ведь для нормального развития культуры необходим общий запас культурных ценностей, инверталь культуры, который должен транслироваться следующим поколением, и всем, кто собирается изучать данный этнический язык как родной и как неродной. Поэтому мы считаем, что проблемы докорпусного исследования крымско-татарского языка, лексикографическая систематизация, инвентаризация языковых единиц реальной действительности и создание открытого корпуса, полноценного мультимодального корпуса крымско-татарского языка. Инструментов автоматической обработки программ машинного перевода стоят перед лингвистической наукой как сверхактуальные. Так, лексикография и синтекс крымско-татарского языка изучены весьма фрагментарно. Профессор Эмирова отмечает, существующие сегодня словари ярко иллюстрируют бедственное состояние крымско-татарского языка знания, а только на базе представительных словарей, отражающих все параметры языковой системы, возможны объективные научные описания и изучения какого-либо языка. Нет современных словарей академического типа, энциклопедических словарей, тезаурусов и диографических словарей, толкового словаря и так далее. Так, в процессе осознания этой проблемы, при поддержке языково-информационного фонда Национальной академии наук Украины, мы предприняли попытку создать крымско-татарский словарь лингвистических соответствий. И считаем, что этот словарь является одним из путей решения актуальных проблем крымско-татарского языка с помощью корпусной лингвистики и компьютерной лексикографии. Русско-крымско-татарский лингвистический словарь, он изначально появился в процессе сопоставления грамматических категорий двух разноструктурных языков. Необходимые для создания интерфейша редактора, страницы администратора, электронного словаря. Определены грамматические категории имеющиеся в обоих языках и обозначены их особенности. Выявлены грамматические категории, характерны только для одного из сопоставляемых языков. Представлены инвентарные данные в виде таблиц. Осуществлена планомерная инвентаризация грамматических категорий русского и крымско-татарского языков в синхронном аспекте. Классифицированный лексемный материал, выделены группы слов с одинаковыми фонетическими признаками. Созданы экспериментальные образцы, содержащие грамматические параметры слов. Надеемся, что это яйца предпосылкой создания программы, выполняющей процедуру парадигматизации с учетом законностей гармонизма, чередования согласных звуков и исключений, имеющихся в крымско-татарском языке. В основу разработки инструментальной системы положены принципы создания электронных лексикографических систем, описанные в работах Украинского языково-информационного фонда «Нан Украины». Фундаментальным источником лингвистической теории являются труды по крымско-татарской орфографии, панетике, лексикологии и грамматики Айдера Меметова и наши работы по синтексу и лексикографии крымско-татарского языка. Все материалы по грамматике крымско-татарского языка верифицированы на материале крымско-татарских текстов. Русско-крымско-татарский словарь создан с целью формирования языковой компетенции через знания о лингвистической картине сопоставляемых языков. Каждая единица словаря представлена некой синтаксической единицей, способной реализовывать свои функции в синтаксических отношениях. То есть каждое слово в результате будет сопровождаться контекстом, будут показаны какие словосочетания образуются, какие фразеологии образуются и внутри предложения. То есть единицы словаря, представленные комплексами контекстных соответствий и лингвистических аналогов в разнородных языках. Комплексы лингвистических соответствий формируются на базе параллельных текстов. К сожалению, на материале крымско-татарского языка очень мало добротных параллельных текстов, потому что переводчики в большинстве старых надеются, что никто в конце концов читать не будет. Такое было отношение к языку. Они пропускали не только абзацы, а целые страницы. Это выявилось в процессе верификации. То есть я сканировала тексты, я сопоставляла и видела, что теряются куски. Но все-таки такой добротный текст найти удалось. Он, конечно, один-единственный у нас, но он тоже дает нам возможность получить некую картину. Это перевод Тургенева накануне и первая любовь, сделанная писательницей Урея Демовой. Другие тексты, они чаще всего литературные и далеко уходят на самом деле от контекста. И выявить там какую-то сопоставительную характеристику роднородных языков очень сложно. На первом этапе работы была создана концептуальная модель инструментальной системы, выполнена параметризация словарной единицы, сформирована модель пользовательской версии словаря. Структуры разрабатываем русско-куренско-татарскую электронную словаря лингвистических соответствий предполагает наличие нескольких словарных подсистем, модулей, словоизменений, синонимии, антонимии, фразеологии, синтекса. К сожалению, пока это прототип лексикографической системы. Мы все заполняем вручную. На небольшом массиве лексических единиц опробируем это. Перед вами интерфейс интерфейс редактора. Таким образом, мы уже на втором этапе научились заполнять наш словарь. Естественно, здесь предполагается, как только мы найдем сервер, на котором сможем разместить, потому что уже это на компьютере не помещается, разместить нашу базу, мы включим систему запроса, когда потребитель сможет писать то слово, которое не нашел в словаре, и мы будем искать ответ на этот вопрос. Необходимо показать нашу инструментальную базу словаря, то есть будет пользователь авторизации, он заходит в основное меню, он может работать, в то же время мы можем отслеживать моменты его работы, мы можем редактировать словарь. Это не мертвый словарь, это словарь живой, который будет находиться в постоянной обработке. То есть, естественно, при создании такого массива возникают ошибки, могут возникать, но можем их управлять, если у нас будет связь с потребителем. Для реализации проекта была выбрана технология создания интернет-приложения ASP, NET и объективно ориентированный язык C-Sharp среда разработки VideoStudium 2008 и Spread Edition. Вот данных словарь ручной, полуавтоматический, был разработан алгоритм построения обратного индекса, а также возможность вводить словарные единицы списком. В версии 2010 года объем словаря составлял около 400 слов. Сейчас у нас по каждому модулю собрано большое количество единиц, это около 40 тысяч слов. Естественно, с тем, что парадигматизацию мы выполняем вручную, еще она досконально до конца не выполнена. Полученные нами данные, они вот позволили создать еще вот такой редактор реестра. В редакции реестра уже на данном, на третьем этапе, мы смогли не только показать принадлежность к словарям, потому что отдельные словари нам сейчас создавать сложно, но когда слово какое-то поступает, мы можем его маркировать, давать ему грамматическую характеристику, помечать пометами листико-семантической, морфосинтаксической разметки для того, чтобы в результате, когда мы соединим с корпусом текстов, как бы эта разметка осуществлялась, мы синтаксические пункты указываем, то есть синтаксические характеристики морфологические характеристики даем, показываем прямой текстовых полях, а где они не составлены, мы планируем, что это будет автоматическое составление на основе параметров электрико-семантической и синтаксологической разметки. Если словоформа найдена, то ее параметры заносят в предложение по шаблону. Аббревиатура части речи, семантическая функция, вот то, что дается нам разметку. Дальше. То есть здесь вот видно, как составляются схемы, это мы на нескольких таких экспериментальных образцах уже попытались. Русский вариант, крымско-татарский вариант и вот такое соответствие. Мы думаем, что те параметры, которые мы разработали, их можно применить и к русскому языку, и к крымско-татарскому языку. Таким образом мы увидим, как меняется структура предложения. И, наконец-то, мы дошли до того момента, на который стоит обратить внимание, в котором данных нет. Это слайд, блок модели специальной лексики словаря. Он абсолютно пустой. Это связано не с техническими вопросами, а с отсутствием научной и лексикографической информации, которую можно было бы применить для создания этого блока модулей. Возможность продолжить исследование в этой области была предоставлена Институтом перспективных гуманитарных исследований технологий МГБУ Шолохова в рамках третьей международной научной программы, участником которой я являюсь. То есть наша задача, мы посмотрели, оценили свои силы и остановились на модуле филологии. Цель нашей работы состояла в разработке модуля филологии в структуре словаря специальной лексики, прототипа русско-крымско-татарской лексикографической системы, русско-татарский, крымско-татарский словарь лингвистических соответствий. А также подготовки на этой основе компьютерной инструментальной системы и комплекса электронных словарей по филологической терминологии русско-крымско-татарской, крымско-татарской русского. Неизученность терминных систем – это глобальная проблема, которая остается актуальной как для тюркского мира в целом, так и для крымско-татарского языка в частности. Учитывая трехязычия в Республике Крым, вопрос создания терминологических двух и многоязычных словарей интересен в аспекте сравнительно-сопроставительного изучения русской, крымско-татарской и украинской терминных систем для решения проблем перевода научной и научно-технической информации на государственные языки. Несмотря на то, что в настоящее время возрос интерес к изучению терминологии и терминографии в аспекте межкультурной научной и научно-технической коммуникации, терминных систем и гуманитарных наук в частности филологии далеко остаются за пределами научного внимания. Логические термины практически не переходят в разряд общеупотребительности лексики, что отличает ее от научно-технической терминологии, которая, шагая в ногу с научно-техническим прогрессом, входит, естественно, обиход носителя языка. Считаем, что систематизация термина по крымско-татарской лингвистике и литературе ведению в электронном ресурсе явится некой мотивацией к стандартизации крымско-татарского языка вообще, научного языка и научного языка в филологической сфере, формированию прозрачности терминов, а также развитию научного стиля крымско-татарской язычной коммуникации. Прежде всего необходимо регламентировать понятия, на которые мы будем опираться в процессе описания филологических терминов. Термин, термина система, модель, тезаурус, логика, понедельная модель. Термин, это элемент термина системы, представляя собой слово или словосочетание, именующее профессиональное научное понятие, относящееся к какой-либо специальной области знания человека. Под термина системы понимается совокупность терминов определенной области деятельности, образующих особый пласт лексики, которая характеризуется на сложность системы внутренних отношений, материальных, темантических, парадигматических и тентагматических. По мнению Ведерникова, это дезаурус, это и географически контролируемый словарь с концептуальным входом и фиктивно-темантическими отношениями, структурированный так, чтобы они были отчетливо видны и идентифицированы стандартными индикаторами. Практическая применимость проекта состоит в создании рабочей модели электронной русско-крымско-татарской терминологической базы по лингвистике и литературоведению, основанной на лексикографической параметризации терминов. Возможность интеграции словаря в интернет-пространство, вход для запроса пользователя и вход для редактирования позволят постоянно совершенствовать, наполнять базу данных, а затем при необходимости конвертировать ее в новую версию электронного словаря или словарь бумажного типа. Данный проект по систематизации терминологии модуля «Филология» русско-крымско-татарского словаря в специальной лексике учитывает специфику тезаурусного моделирования. Обращаясь к опыту Хроловой, с целью формализованного представления терминологических данных мы будем, в свою очередь, не только моделировать тезаурус, но и рассматривать слово-термин как систему, то есть совокупность ее компонентов, от понимания части к пониманию целого и, наоборот, для определения границ и всем и синтаксим, уступающих в парадигнатические и синтакматические отношения, имеющие собственную синтаксическую структуру, расширяемую в синтаксическом плане от широкого значения к более узкому. Разбивать по локации устойчивые терминологические словосочетания на более простые образования и, наоборот, трансформировать слова-термины с учетом особенностей крымско-татарского языка и эмпирически создавать возможные модели терминологических словосочетаний. Выделяя в словах специфические словобразовательные аффиксы, попытаемся унифицировать их предназначения для возможности создания крымско-татарских терминов за счет собственных языковых ресурсов, а также для эмпирического моделирования новых синтаксических образований рассматриваемого типа. Описывать термин как синтаксический конструкт крымско-татарского предложения, занимающий одну синтаксическую позицию в формализованной модели, но являющийся результатом взаимодействия отдельных компонентов с их внутренними связями и структурными особенностями. Комплексная методика отбора терминологии моделирования терминосистемы на морфо-синтаксическом словобразовательном, дефинитном и категориальном уровнях определяет типологические принципы лексикографической формализации терминосистемы по филологии. Табанакова со ссылкой на Герда отмечает, что идеографическое описание термина непосредственно связано с таким широким используемым в литературе понятием, как системное описание. Системный анализ, системное описание, систематизация терминологии сегодня однозначно признаются всеми терминологами-предкладниками как необходимый этап лексикографического описания. При этом систематизация терминов понимается не в узком значении упорядочения списка терминов. Филология рассматривается как целостная структура, состоящая из двух подсистем – лингвистики и литературоведения. Каждый из подсистем представляет собой иерархию элементов внешних и внутренних уровней, обеспечивающих функционирование подсистем внутри целостной структуры. Для описания подсистем используются научные терминологии, отражающие внутриуровневые, разноуровневые, внутрисистемные, межсистемные, межотраслевые и междисциплинарные отношения. Отбор и анализ терминов для описания существующей биологической терминологии на крымско-татарском языке осуществляют в следующем порядке. Кстати, нами собрано 2500 терминов по крымско-татарской лингвистике и около 500 терминов по крымско-татарскому литературоведению. Оказалось, что на крымско-татарском языке по лингвистике работ гораздо больше. По литературоведению в основном работы пишутся на русском языке и, естественно, термины не употребляются. Первое. Группируются имеющиеся грамматические, лексикографические, лексические, словообразовательные, фонетические понятия, объединяются под систему лингвистических терминов. На перспективу выстраиваются блоки понятий внутренних по разделам крымско-татарского заказания и внешней лингвистики. Это с учетом того, что крымско-татарский язык будет, и на данном этапе немного, но в будущем будет описывать и вопросы внешней лингвистики. Переводоведение, психолингвистики, клиническая, антрополингвистики, биолингвистики и так далее. Кроме того, в блоке будут вводиться в соответствии с квалификацией языков мира. Здесь языки народов российской федерации, славянские, германские, иранские, ну и так далее. Второй блок. Это группируется, имеющиеся научные понятия по крымско-татарской литературе периода Золотой Орды, по народной литературе периода крымского ханства, художественное творство и письменное народное поэзия. Средневековая крымско-татарская литература периода Черного века, литература 905-го, 1917-го годов, литература 20-х годов, 30-х, 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов 20-го века. Это те периоды, когда в литературе были политические переломы, поэтому они выводятся в классификации отдельно. Устному народному творчеству литературы дальнего зарубежья, крымско-татарского литературным переводом, истории литературы, литературной критики, журналистики, фольклористики, теории литературы и объединяются в подсистему литературоведческих терминов. Кроме того, существует третий блок, это интегральная терминология, которая объединяет и литературоведение, и языкогнание. Термин здесь рассматривается как единица конкретного естественного или искусственного языка, слово, словосчитание, аббревиатура, символ, сочетание буквы-символы, сочетание слова-цифры-символы, обладающие в результате стихийно сложившей особой сознательной коллективной договоренности с специальным терминологическим значением. К особенностям терминов, которые мы пытаемся объединить, относятся системность, наличие дефиниций, тенденция к монохимичности, отсутствие экспрессии, стилистическая нейтральность. Среди крымско-катанских филологических терминов много вторичных заимствований, возникших посредством русского языка из английского. Учитывая интернациональность терминов и их составляющих, перевод осуществляется следующим образом. Если слово зависимое, прилагательное, его корень используется как неизменяемое в дальнейшем часть словосочетания, суффиксы и окончания опускаются. Например, «копулятивный союз», «копулятив», «баблоиджи». Если главное слово существительное, то к его форме в качестве средства связи между главным и зависимым добавляется изофет «хи», «ы», «и». Например, «корпус текстов», «метинлер корпуса». Некоторые представляют собой полные кальки, краткий слог, «хэсхаэджа», иные развернутые толкования значения, например, «криптоним», «гизли», «языны» и «шаретэ». Третьи имеют переводные эквиваленты, например, «крылатые слова», «ханатруссюзлер» или «халхарасандайджайраккеткенсюзлер». Среди них могут быть использованы полностью мотивированные дифтон, дифтон, частично мотивированный закон Лахмана, например, «лахманханны». Четвертые используются в заимствованной форме, например, «семантика», «семантика». В некоторых парных словах и в простых использованиях в качестве прилагательного слова по концу втекаются, например, «семантические признаки», «семантика», «светлеры», «лексико-семантические группы», «лексик-семантик», «групп лары». Назависимое в крымско-татарском переводе переходит двумя существительные и связывается с главной при помощи изофета «ы-и». Пятые гибриды – абстрактные слова, абстракцию злера, бифонемное словосочетание, например, «экофонема», «лаперлешми». В зависимости от источника различаются термины «исконный» и «полностью адаптированный». Ранее арабо-персидские заимствованы полностью адаптированные в крымско-татарском языке, например, «идафа» из-за тех средств связи между главным и зависимым словом. Слово «контекст», например. Также есть варваризмы, например, «апикс» при традиционно распространенном «ялгама». Дальше при переоформлении обычно русский элемент заменяется на крымско-татарский. Например, «ность», «акция» заменяется на аффикс «лык», «лик». «Ирование» заменяется на аффикс «ланув», «ование» на аффикс «лев», «ующий» на аффикс «энген». В процессе перевода возможно появление слов в миксах типа грамматика «монтегю», «монтегю» и «грамматика». Среди заимствований могут появиться и диографические синонимы «лексикон», «глазарь», «тезаурус», которые в принципе соответствуют общийцурскому «созлюк» или адаптированному арабо-персидскому «луга». И производные от них словосочетания. В употреблении терминов-синонимов можно встретить в предложении как факт взаимообъясняющих явлений. Например, «фальклор». В то же время и по-русски «фальклор» – это термин, заимствованный из английского языка, который означает «ушкусное народное творчество». С точки зрения принадлежности терминов к частям речи различают термины существительные, глаголы. В составе терминологических словосочетаний можно выделить зависимые и прилагательные. Термины могут функционировать в виде словосочетаний и сочетаний слов. В предложении они порой могут образовывать открытые сочинительные ряды. Например, То есть есть виды фальклора. Это сказка, легенда, предания, анекдот, песня, чин, частушка, пословица и поговорки, загадка, считалка, скороговорка, колыбельная. Эти все примеры мы берем из учебников по крымско-татарской литературе для школ с углубленным изучением крымско-татарского языка и литературы. Из примера видно, что на основе подчинительной связи может формироваться изофетная цепь из четырех графических слов, может быть, из шести графических слов. Для создания модуля филологии мы можем выделить следующие лексикографические параметры лексики создаваемого подмодуля. Это лингвистические соответствия в виде перевода термина с одного языка с одного русского на другой крымско-татарский выходной язык. Например, филология, филология языкознания, и тиршинаслык, литературоведение, и тиршинаслык. Мы идем от русского языка намеренно, потому что, несмотря на то, что крымско-татарский язык является родным для крымско-татарских, для крымских татар, они им не владеют, а владеют русским языком. И уже отталкиваясь от русского языка, мы пытаемся владеть крымско-татарским. Дальше параметр грамматикализация, дефиниция, этимология, варианты и синонимы, гиперонимы, гипонимы, ассоциативный ряд, контексты употребления, ремарки. И в результате этого всего мы получаем вот такой образец словарной статьи. Здесь описание подлежащего по всем параметрам, о которых я сказала. Однако стоит сказать, что лексикографическая параметризация позволяет представить термин элементом филологической терминосистемы, определить иерархическую структуру данной конкретной отрасли здания и частей ее составляющих, лингвистики и литературоведения. Подобная структура является когнитивной моделью отраслевого подъязыка. Например, всю филологическую систему можно представить в виде нескольких блоков «Звук», «Серить», «Фанема», «Фанема», фанетические процессы, фанетик процессы «Ры», суперсегментные единицы, суперсегмент Хосомлары, суперсегментные средства, суперсегмент Пастолары, графика, УВПА, Тарвоэпи, Арвоэпиа. Понятие этих блоков связано между собой. Например, понятие блока фанетические процессы, они будут связаны с понятием блока звук. Далее происходит детализация понятий, языковое оформление которых зависит от пенсийной структуры термина и его место в системе. В развернутой форме представлена структура словаря, это я покажу самым последним слайдом, и в частности структура литературоведческой части, именуемой ЭКБА. По формальной структуре филологические термины крымско-татарского языка можно классифицировать следующим образом. Выделяются слова простые, сложные, сложные составные, например, словосочетания, среди которых часто встречаются изофетные словосочетания, длинные изофетные цепи, реже встречаются словосочетания, построенные на подчинении, сложно сокращенных слов, аббревиация, цепочных образований, и слов необычной структуры на данном этапе развития филологической терминологии крымско-татарского языка нет. И мы рассмотрели некоторые типы словосочетаний с широкой вариативностью синтаксической структуры, и вот хотим вам их показать. Структура еще не изучена глубоко, но, если вы видите, везде используется изофет. Изофет помогает нам формировать слова, очень редко сложные слова, не изменяется прилагательное, фактически отсутствует наречие как таковое. Вот здесь и литературоведческие термины, и лингвистические термины. И хочется сказать, что за решающим этапом нашей работы по проекту ИВГИД явится описание структуры лингвистических и литературоведческих терминов крымско-татарской филологической лексики, систематизация которой позволит создать под модуль филология для модуля терминологии электронного русско-крымско-татарского словаря лингвистических соответствий. В перспективе будет продолжен поиск научно-лексикографической информации по другим модулям блока, модуле специальной лексики русско-крымско-татарского словаря лингвистических соответствий. Вот, если вы видите, это блоковое построение нашего подмодуля, но это не значит, что будет такое нагромождение. Просто возникнут небольшие окошки, где мы будем отмечать галочкой, к какой области относится то или иное слово, на примере, как мы создавали модуль синтаксис, отмечая синтаксические признаки того или иного слова. Ну и спасибо за терпение, благодарю за внимание, и покрымско-татарский стихатом из-за чего-то. Спасибо. Спасибо.